МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зависимость России от нефти за нулевые годы только увеличилась. Если сравнивать бюджет страны за 1999 и 2011 год, мы видим, что в федеральном бюджете за 1999 год доля нефтегазовых доходов составляла 18%, а в бюджете 2011 аж 54%. Как считаете, что происходит в отношении курса рубля сейчас? Как-то вы сразу все в одну кучу сварили. В отношении курса рубля происходят вещи достаточно примитивные, волатильные. Ничего нового не происходит. Происходит ползучее ослабление курса рубля, потому что никто в нашей власти, разные веты власти, не могут договориться, какой рубль нам нужен. Сильный, слабый, поддерживать нам его. Либо наоборот, нужно его еще более ослабевать, чтобы у нас экономика стала более конкурентоспособной. Дискуссии об этом ведутся, единого мнения нет. Поэтому на курс рубля действует сразу много сил, включая неопределенность, отсутствие целеполагания со стороны власти. Вот это и происходит. А вот по вашему мнению, нам надо ослаблять или сейчас укреплять рубль? Это зависит от того, какие цели мы хотим поставить. Для начала бессмысленно говорить о том, надо ослаблять или укреплять. Надо понять, какой цели стоят перед страной. Руководство страны должно твердо определиться, какую экономику мы хотим, как мы собираемся выполнять бюджет, как мы собираемся выполнять социальные обязательства, что нам надо. То есть, хотим мы избежать социального взрыва, или нам все равно, что будет там социальным взрывом, тогда надо резать все пенсионные программы, социальные и так далее. И пытаться всячески выполнить бюджет, деньги брать у кого угодно. Пока руководство определится, все эти разговоры в пользу бедных. Нужен нам сильный или слабый. Ну вот насколько считаете, вот эта статистика бюджета, что у нас основная часть идет все-таки на социальные расходы, ну так или иначе, социальные расходы в бюджете очень большие, нужно ли нас сокращать все-таки? Нет, я считаю, что, понимаете, в чем дело? Говорить вот в тяжелые годы, потому что нужно сокращать социальный бюджет, достаточно бессмысленно. Нам нужно было в тучные годы выполнять определенные, заниматься различными социальными программами, вкладываться по нормальному образованию в медицину, а не рушить их. А сейчас это, вы знаете, вопрос, когда у вас в кармане осталось 3,5 копейки, думать, на что их потратить, на картошку или на хлеб. То есть сейчас любое предположение, я как человек склонный к более коммунистическим, социал-демократическим идеям, я считаю, что сокращение социальных программ – это в любом случае преступление. Но с другой стороны, как экономист, я понимаю, что без этого вряд ли удастся выполнить какие-то другие бюджетные. Если сравнивать бюджеты 1999 и того же 2011 года, доля нефтегазовых доходов в бюджете 1999 года была не столь велика. Все-таки говорили мы, что это 18%. Как думаете, почему за эти годы власти нарастили эту самую зависимость в бюджете столь масштабно? Почему позволили такое сделать? Что значит позволили? Они целенаправленно это делали. Но есть нефтегаз, есть чем торговать – хорошо, торгуем. А на все остальное мало ли что там будет завтра. Дело в том, что поведение нашей власти, к сожалению, это такие временщики. Они не думают о завтрашнем дне. Но если думают, то есть на словах произносят правильные слова. То есть все эти годы, и в тучные годы, и в кризисные тоже произносились, в прошлый кризис я имею в виду, слова «нам нужна диверсификация бизнеса», «нам нужно то, нам нужно сё». В словах это было всегда так, на деле, сами видите. В крокосрочной перспективе Россия смогла бы заткнуть образовавшиеся дыры излишками от нефтяных доходов, которые откладывались в течение нескольких последних лет. Однако эти резервы были опустошены кризисом, и надолго их не хватит. Возможно, на год-другой, если цены на нефть не вернутся на прежний уровень. Как считаете, вот этих золотовалютных резервов и фондов? Их хватит надолго. Это во-первых. Во-вторых, мне очень нравятся фразы, когда говорят про возвращение цен на нефть. Понимаете, это повторяют все как мантру и ждут того, что цены на нефть вернутся. И мы опять проскочим. А если не сделать с экономикой, если не реформировать экономику страны, может быть, болезненно, может быть, с кровью, с условной кровью, но так резать по-живому сейчас, то и не готовиться к тому, что цены на нефть могут быть и ниже. Мы в свое время выживали при гораздо более низких ценах на нефть. Если этого сейчас не сделают, то мы опять столкнемся с проблемой. Не осознают руководство, видимо, того, что практика высоких цен на нефть и мольба о том, что цены на нефть будут высокими, это очень порочная практика. А вот вы говорите резать по-живому. В первую очередь, на ваш взгляд, что нужно резать? На мой взгляд, не нужно резать ничего. На мой взгляд, нужно реформировать. Когда я говорю не резать ничего, я просто не... Опять цинично говорить, давайте отнимем у старушек пенсию или ограбим детей. Но придется что-то делать. Видимо, повышение пенсионного возраста, как они обещали. Видимо, реформа пенсионного накопления. Видимо, сокращение бюджетных расходов на образование и медицину. Если биржевая цена на нефть достаточно долго будет находиться на низких отметках, у нас может возникнуть торговый дефицит. Если же мы не сможем этот дефицит компенсировать из других источников, у нас могут начаться проблемы с бюджетом. По крайней мере, так говорят аналитики. Если эти проблемы зайдут очень далеко, мы вынуждены будем включить печатный станок или еще как-нибудь ослабить рубль. Вот здесь насколько правдиво подобные высказаны аналитики? Абсолютно правдиво. Что-то же придется делать. Забудьте о высоких ценах на нефть. Нам в ближайшее время придется жить в лучшем случае, в тех условиях, которые есть. А в худших она будет падать дальше. Некоторые финансисты и политологи говорят, что зависимость нашего бюджета от нефти со времен либеральных 90-х годов серьезно уменьшилась. Мы накопили достаточно жирка, чтобы спокойно пережить любое снижение цен на нефть. Однако при падении цен на нефть мы видим, что все становится не столь оптимистично. Этот жирок, как мы видели, очень быстро сжигался в топках, когда началась девальвация рубля. И когда выходили на рынок с интервенциями, пытаясь как-то поддержать рубль. Очень непонятно было, когда все это происходило, чего хотят добиться. Логики в действиях Центробанка, на мой взгляд, не было никакой. А резервы стали исчезать очень быстро. Смотрите, также власти предприняли и налоговый маневр, так называемый. Насколько он поможет нашей стране? Как считаете, все-таки власти ратуют, что это тот самый случай, когда мы сможем прорваться? Вы у них тогда спросите. Я считаю, что нет. Я вообще считаю сейчас, если на днях было заседание у Нового Горького президента, и все они пытались решить, а с нефтяников деньги получить, которые нефтяники заработали, и наши крупные энергетические компании на девальвации курса рубля, образовались излишек доходов. Давай их заберем. А те говорят, что нет. То есть там даже присутствовали не только представители правительства, но и Роснефть присутствовал, например. Нет, не дадим. Ну смотрите, вот эти введенные санкции против нефтегазового комплекса России западными странами в отношении поставок оборудования. Вот насколько эти санкции сильно ударят по нашей нефтяной отрасли? Как считаете, не будет ли такого, что нефтяники там загнутся, что называется? Ну загнутся, не загнутся. Но у меня опять-таки к нефтяникам вопрос. О чем они думали все эти годы? Опять-таки зависимость была от западных поставок оборудования и так далее. Ну если нам не нужно свое собственное, и если за те годы, когда у нефтяников были и у России, и у правительства были супердоходы, тучные, да, от года, можно было, наверное, построить собственное машиностроение. А теперь, ребята, извините. Ну вот смотрите, если мы берем... Говорят, на Украине видели, что куповали. Теперь ешьте хоть по вылазьте. Ну вот смотрите, если мы берем в перспективе, если мы займемся производством этого оборудования, нам сколько лет потребуется для того, чтобы наладить производство? Я думаю, что если мы такой большой скачок помалу, лет 10. То есть лет 10 мы будем пока зависеть. Но и при этом, опять-таки, как говорим, если вдруг мы возьмемся за это. Ну мы за это вряд ли возьмемся, потому что я хоть и говорю, что цена на нефть будет низкая, но при этом я вынужден повториться. У нас очень везучая власть, то есть могут в очередной раз подвести. Сейчас начнется какая-нибудь буча на Ближнем Востоке. Не дай бог, цена подскочит неожиданно. И мы радостно опять пролетим мимо всего этого и забудем сладкие слова импортозамещения и так далее. Ну вот как раз ты заговорили о Востоке. Иран, который вскоре может выбросить на рынок по некоторым оценкам 50 миллионов баррелей. Во-первых, не скоро. Во-вторых, не разом выбросит. Там все надо восстанавливать и саму инфраструктуру. И не окажет это такое, я думаю, серьезное влияние на рынок нефти. С Ираном еще все очень бабушка надвое сказала. А вот то, что с Ираном могут начаться определенные действия, в общем, со стороны Израиля, например. Сейчас возникла очень любопытная коалиция. Это уже, конечно, позавчера это еще было смешно. Но это даже трудно представить, если бы мне кто-то сказал, что Израиль будет как-то кооперироваться с Саудовской Аравией для того, чтобы замочить Иран. Опять-таки, вот такое есть. Насколько, по вашему мнению, США даст все-таки Ирану выбросить в случае, если все-таки они смогут это сделать, большой долю нефти на рынок? Это очень долгая история в ближайшей обозримой перспективе, именно дать выбросить на рынок. Нет, пока это не зашло так далеко. Во-первых, еще не все вопросы с Ираном решены. И думаю, что в обозримом будущем они будут тормозиться, скажем так. Смотрите, резкие колебания цен на нефть могут стать нормой на ближайшее будущее, говорят практически все эксперты. На фоне удорожания нефти, вызванного сокращением добычи в США, разработка сланцевых месторождений вновь будет становиться прибыльной. И хотя это явление носит циклический характер, оно все же будет ограничивать возможное повышение цен на нефть. Вот кто-то говорит, что потолком-то будет отметка в 70 долларов за баррель, кто-то ожидает, что цена на нефть бренд стабилизируется на 60-65. Вот верим ли мы подобным высказываниям, что все-таки 70 устаканится на этом фоне? Подождите, мы еще не видим никакого роста нефти. Когда он будет расти, тогда мы будем думать о том, где же она устаканится. Сланцевая история, это вообще очень долгая история, и слухи о сланцевой революции сильно преувеличены. Соединенным Штатам удалось что-то сделать, а остальные все проекты, которые кричали, что чуть ли не Польша будет обеспечивать теперь сланцевым газом всю Европу, ну это же, видите, проекты все закрылись. Ну а насколько выгодны Россия отношения с Китаем в поставках нефти? Я думаю, что невыгодны абсолютно, хотя точных параметров мы не знаем. Но, зная китайцев, я понимаю, что китайцы прогнули для самой выгодной для себя и самой невыгодной для России историю. А в условиях частичной международной изоляции мы радостно кричим, вот у нас мы повернемся к бывшим партнерам, скажем так, спиной, но перед лицом Китаю, соответственно. А Китай как-то, знаете, на наше лицо реагирует не то, чтобы очень с восторгом. В общем, ни на кого с восторгом не реагирует, но с нами, знаете, такие отношения, скажем так, неравноправных партнеров. Экономическая мощь Китая все-таки посильнее будет. Насколько Китаю необходима поставка нашей нефти, как считаете? Она необходима, но не настолько, чтобы Китай покупал это на любых условиях. Он это будет покупать на условиях, крайне выгодных для себя. Ну, насколько тогда нам все-таки нужно поддерживать отношения в этой части с Европой? Это наши основные партнеры или же все-таки нам стоит... Нам нужно диверсифицировать. В любом случае нужно диверсифицировать. Нас потихоньку давят с европейского рынка. Вопрос только, чем будет заменен российский газ со временем. Мы видим игры вокруг новых структурных проектов и старых структурных проектов, как будет идти газ в Европу. Все это такая затянувшаяся история. История, естественно, Европа не хочет зависеть от российского газа. Очень трудно, понимаете, покупать у России газ и при этом одновременно вводить санкции. И, в общем-то, Европа не хочет с нами дружить. Но это не значит, что как бы этот газ, если вдруг Европа каким-то волшебным образом перестанет покупать российский газ. Ну, смешно, конечно, представить такое, что это произойдет как-то на момент. Но если вот так гипотетическая ситуация, это вовсе не значит, что его радость начнут покупать китайцы. Ну, смотрите, а вот насколько подобные предположения, что Европа может отказаться от российского газа, она вообще реальна? Нет, ну как вы себе представите, что она одномоментно. В какой-то отдаленной перспективе, я не знаю, есть альтернативные источники энергии, вдруг появится какой-нибудь еще новый, произойдет какой-нибудь огромный прорыв в науке. И Европа найдет способ отказаться от российского газа. Я знаю, что все равно не будет одномоментно, это не будет завтра. Ну, смотрите, если курс рубля будет падать стремительно, то последствия для России, как и для любой другой страны в такой ситуации, будут весьма серьезными. Это, кто-то говорит, рост инфляции, бегство капиталов и полное прекращение потока иностранных... Бегство капиталов, вы это как себе представите? У нас уже все, что могло, по-моему, убежало. Ну, вот какие тогда еще последствия могут в случае, если курс рубля будет падать стремительно? Произносное ухудшение жизни населения. Это, на мой взгляд, главное последствие того, что будет происходить. Если будет происходить обнищение определенных слоев населения, то мы рискуем получить социальный взрыв. Чем может обернуться этот социальный взрыв? Ну, чем мы получим социальный взрыв? Все зависит от того, насколько будет плохо. Может обернуться насильственной сменой власти, не дай бог. Вы же понимаете, если люди голодные, ну, мы же с вами живем в стране, в которой революции, в общем-то... Мы уже переживали. Первый раз. И не первый раз, да. Когда становится плохо, и, кстати, не только потому, что голодно, да. Сейчас пока люди, по-моему, живут сыты. Вот видите, хорошая студия в Уфе. Вот езжу по Уфе, вижу, как она стремительно меняется. Так что... Ну, вот мы нефтяная республика. Он говорит, на каждые 5 долларов снижение цен на нефть ниже 103 долларов за бренд. Нужна девальвация российской валюты против доллара на 2 рубля. По крайней мере, так в Минфине говорят. Нехитрый расчет показывает, что при ценах в 60 долларов за баррель бюджет без проблем будет исполнен при курсе 51 рубля. Сегодня нефть варьируется на 50 долларов за баррель. А его доллар в районе 67 примерно. Да. Вот каковы вообще перспективы бюджета? И притом хотят отказаться власти от трехлетнего бюджета, которым долго шли на однолетний. Я не знаю. На самом деле, для того, чтобы это обсуждать, нужно понимать, как действительно будет себя вести нефть. Этого не понимает никто. И, соответственно, как себя будет вести рубль. Хотя я не сторонник проводить прямую зависимость один в один от курса рубля. А не курса рубля, а от нефти. Есть там различные расхождения. Но насколько вообще Россия в перспективе скольки лет может, в принципе, диверсифицировать свою экономику для того, чтобы как-то избавиться от этой нефтяной иглы и, соответственно, как-то выровнять и курс рубля? Да, в общем, ответ простой. Нужно сесть и посмотреть, а где мы еще можем? Что мы можем? Тут главное не врать самому себе. И для меня это главный вопрос. Вообще осознает ли наша власть всю критичность положения? Либо не осознает. То, что они говорят там с трибун, с телевизора, это одно. Вот самому себе, ложась ночью спать, перед тем, как уснуть, вот они думают о стране, я надеюсь, и не о чем-то другом. Вот они себе отдают отчет о том, что происходит. Если отдают, это хорошо. Тогда нужно как-то вот понимать, а о чем мы хотим, где мы можем вылезти, где мы не можем вылезти. На ваш взгляд, где мы все-таки можем? Я считаю, что наше главное богатство – это человеческий капитал, соответственно, экономика знаний, высокотехнологичная. Для этого надо возрождать всю ту инфраструктуру, которая была так бездумно порушена с конца 80-х годов. Но, смотрите, мы отсказались также от внешних заимствований, то есть внешний долг России очень низок. Вот не стоит ли нам перейти, возможно, на политику США, когда внешний долг наращивается, наращивается, но при этом благосостояние народа все-таки возрастает. Вот в этом есть какой-то толк или нет? Я думаю, что в этом есть толк как раз. Хорошо, конечно, не быть никому должным, но когда у тебя, в общем-то, не дай бог, ни на что есть, ну, сейчас я не буду спекулировать на то, нам, слава богу, пока есть что есть, но если как бы речь пойдет о дальнейшем обнищении населения, ухудшении положения, то, наверное, придется занимать, в этом ничего страшного нет. Главное – отдавать. Если есть, из чего? Вообще, ну, понимаете, в чем дело? Человек, который много должен, так же, как и государство, которое много должно, оно как раз чувствует себя достаточно более уверенно, чем те, кто не должен никому. Потому что кредиторы будут оберегать, заботиться. Мы же видим, как Греция, да, ну, правда, понятно, что мы в еврозону не входим, и причины, по которым заботились о Греции, совсем другие. Ну, вот Ципрос же кинул кредиторов через известное место, и ничего. Прекрасно. Ну, греки себя при этом прекрасно чувствуют. Я вот все как бы ожидал, а там же, когда же уже они все… Ничего, по-прежнему, приезжаешь в Афину, ленивые шоферы стоят, курят такси, ничего их не берет. Ну, и слава богу. Ну, смотрите, еще при этом, вот насколько верите тем слухам, что… Я предлагаю просто набрать в долг у различных государств, сейчас выпусти, серьезно набрать в долг, как и многие другие страны, и просто швыронуть кредиторов в результате. Когда-нибудь. Что нам за это будет? Ничего нам за это не будет. Мы же пережили 9-го 98-го года, и сейчас ничего не будет. Тогда сколько мы можем набрать? Ну, и государственная держава нам ничего не будет. Вот если у США там 18 триллионов долларов, мы сколько можем набрать? Ну, кто же нам 18 триллионов-то даст? Ну, миллиардов 400, я думаю, нам дадут легко. В принципе, нам бы это очень хорошо помогло. Но вот насколько верите тем слухам, что в 99-м году нефтяники попросту не платили налоги или платили очень мало? А вот сейчас какова ситуация? Насколько они хорошо платят? Они вполне себе платят, и истерики устраивают из любой попытки отобрать у них хоть какие-то налоговые, то есть увеличить их налоговую нагрузку. Ну, тогда давайте делаем некое резюме. В итоге, насколько реально рубль зависит от цены на нефть? Ну, зависит. И боюсь, что и будет зависеть дальше. Не совсем прямая корреляция, я вижу там некоторые флуктуации внутри этого коридора, но в целом зависит, конечно. Так что мы все зависим от благосостояния наших нефтяников. Но судя по вашим местным, они себя неплохо чувствуют, по крайней мере, они ходят в хороших костюмах и с дорогими часами, что в нынешнее время очень немодно, понимаете, за часами теперь стали приходить. Спасибо вам большое за участие в программе. Это была программа «Дело», и в гостях сегодня у нас был политолог, финансовый аналитик телеканала РБК Игорь Виталь. Спасибо вам большое за участие в программе. Редактор субтитров А.Семкин